ткани растений для начала мы сегодня в ускоренном режиме будем работать просто запоминаем 5 тканей растений это образовательная порядок не важен образовательная покровная основная или паренхима проводящая и механическая просто вот эти вот пять видов тканей запомнили я пока стираю напишите на листик и поставьте плюсик когда справитесь если вы написали по памяти пять видов тканей поставьте плюсик вы справились с этим заданием образа образовательная ткань значит какие они бывают верхушечная иногда образовательную ткань называют миристем миристема верхушечной миристемы ее могут назвать апикальный миристемы потому что на латинском at ex это верхушка поэтому опекальная миристема это верхушечные миристема и боковая миристема просто напишем Боковая. Тут есть у нас варианты боковых меристем или боковых образовательных тканей. Это камбий и перицикл. Что такое камбий? Камбий – это боковая образовательная ткань, которая в одну сторону образует флоэму, во вторую сторону образует ксилему. И благодаря этой образовательной ткани стебель растет в ширину. Благодаря перициклу корень растет в ширину и образуются боковые корни. Кроме этого, есть меристема верхушечная, боковая, есть еще вставочная. Вспоминаем траву или бамбук. Там такие суставчики, пояски у бамбука есть. Помните? Давайте я вам покажу. Вот у меня бамбук разбил. Вот бамбук. Видите? Вот такие вот пояски у него есть, у бамбука. Я люблю. Вот эти. Вот эти вот. Вот. Сейчас нарисую, что они из себя видели. Я надеюсь, видели. Давайте рисовать буду. Вот стебель. И на этом стебле вот такая вот штучка там есть. Здесь находится вставочная меристема. Здесь вот клетки делятся. И благодаря этому стебель растет и в этом, и в этом направлении. Таких зон роста у бамбука и у злаковых растений, у трав, их много. За счет этого трава растет значительно быстрее, чем какие-то там, допустим, груша, яблони, другие деревья, которые имеют только верхушечную меристему. Понятно? И, конечно же, есть еще раневая меристема. Раневая, то есть, когда происходит какое-то повреждение, повреждение, допустим, зайцы съели кору на яблоне и оголили ствол. Там образуется раневая меристема, которая заделывает вот эту вот поврежденную часть. Про раневые меристемы особо ничего никто не спрашивал в ЦТР. Просто знайте, что она есть. Но насчет верхушечной и боковой, особенно камбий, перицикл, вот тут надо это все дело очень хорошо знать. Так, значит, верхушечная, боковая, вставочная, раневая. Готовы писать? Так, покровные ткани, они есть у всех растений, которые вышли на сушу. Давайте вообще напомню вам такую вот штуку, как отделы растений. То есть, царство растения, да, вот отделы, какие они есть. То есть, это зеленые водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосенные и покрытосеменные. Так, что насчет зеленых водорослей? Давайте, внимание. У них, вот насчет нет тканей совсем. У них нет тканей, у них слоевище, по-другому талон называется. У зеленых водорослей нет тканей, у них слоевище или талон. Запомните это? Значит, у муков уже появляются ткани, у всех есть покровная ткань. И что из себя представляет покровная ткань? Обычно все из вас знают, что есть эпидермис. Ну, все, я думаю, что тут ничего такого нету сверхсекретного. Эпидермис, он иногда... Что можно сказать про эпидермис? Иногда эпидермис содержит какие-то волоски. Допустим, крапиву, представляете? Она жжется за счет того, что на эпидермисе есть волоски, которые имеют какие-то там кислоты, и они могут повреждать вашу кожу. За счет чего вот эти вот все волдыри и все такое. На листьях эпидермис имеет устица. Помните, что листья имеют устица. Это такие отверстия, через которых происходит испарение воды. Как называется испарение воды? Транспирация. Это испарение воды через усть яйца. Устица находится где? На листьях в эпидермисе. Плюсики поставьте, если понятно. Так, дальше. Еще один вид покровных тканей. Это передерма. Передерма – это сложная ткань. Она состоит из трех компонентов. Давайте так. Первый компонент – это… Так, тут я лишнее затру. Это уже не нужно. Передерма. Первый компонент – это пробка. Второй компонент – это пробковые камби. Третий компонент – это паренхима коры. Все эти компоненты мы чуть-чуть позже будем указывать, когда будем рисовать стебель растений. Но пока достаточно вам вот этого знать. Что передерма состоит из трех компонентов. Это пробка, пробковые камби и паренхима. Готовы писать? То есть, то, что вам нужно сейчас нарисовать – это… Есть эпидермис, есть передерма. Передерма состоит из этих трех компонентов. Эпидермис, допустим, у листьев… Эпидермис на листьях имеет устица. А транспирация – это испарение воды через устица. Устица – это вот эта, допустим, штука мною криво нарисованная. Такое отверстие в листе. Окей, готовы? Я думаю, готовы. Значит, пишите вы. По поводу передермы, я думаю, вы уже догадываетесь, что пробковый камби будет откладывать в одну сторону пробку, а в другую сторону паренхиму. Если это для вас такая, о, типа, классная идея, что такое может быть, отмечайте, что проб… Если обычный камби в одну сторону откладывает флейму, а в другую – ксилему, то пробковый камби в одну сторону откладывает пробку, в другую сторону откладывает паренхиму коры. Как это выглядит на стебле, там, допустим, липы и сосны, мы чуть-чуть позже это отметим. Так, значит, это я все стираю. И мы теперь обсуждаем паренхиму. Что такое паренхима? Она бывает трех видов. Значит, хлорофилоносная, она же фотосинтезирующая. И эта хлорофилоносная или фотосинтезирующая паренхима представлена двумя вариантами. Первая – это столбчатая. Она же палисадная. И вторая – это губчатая. Столбчатая находится на верхней стороне листа, куда непосредственно падает солнце. А губчатая находится на нижней стороне листа. Столбчатой паренхимы очень много у светолюбивых растений, а губчатых – у тенелюбивых или теневыносливых растений. Понятно? Вот эта хлорофилоносная паренхима, как вы догадались, она занимается фотосинтезом. То есть фотосинтезирующая паренхима занимается фотосинтезом. Логично? Логично. Столбчатая там просто очень она так расположена плотненько. А губчатая – абы как, как губка располагается. То есть сами названия говорят сами за себя. Столбчатая – типа столбиками. Губчатая – вот как губка. Логично? Логично. Следующая паренхима – запасающая. Запасающая паренхима. Что делает запасающая паренхима? Прикиньте, она запасает органические вещества. Включаем логику. Если она не фотосинтезирует, значит она будет запасать. Логично? Логично. Допустим, в центре стебля растений туда солнечный свет не доходит. Значит там какая будет паренхима? Фотосинтезирующая или запасающая? Конечно же запасающая. Потому что хлорофилоносная или фотосинтезирующая – она в листьях, а в стебле будет запасающая. Логично? Логично. Еще есть воздухоносная паренхима. Что это такое? Воздухоносная. Она у таких растений, которые гидробиологи изучают. Аир, камыш, рогоз. У которых корневая система под водой находится. Им нужна воздухоносная паренхима для того, чтобы как по вентиляции воздух дошел до корней. То, что они тоже должны дышать. То есть воздухоносная паренхима – это как вентиляция. Кто живет в больших домах и даже не в больших домах, вообще в домах есть вентиляция. Согласны? Согласны. Так вот, если какие-то клетки находятся под водой, они должны иметь какую-то вентиляцию. И корневая система, воздухоносная паренхима – вот это ее задача. Значит, если вам что-то… Все, короче, надо это запомнить. Раз, два, три. Договорились? Запоминайте. Хлорофилоносная, запасающая и воздухоносная. Это примеры растений, у которых она, допустим, есть. Давайте напишем михи, плавные, хвощи, папоротники, голосеменные, пропустим миги, и покрыто семенные. Сократим. Так. Насчет зеленых водорослей вы уже помните, что у них нет никаких тканей, поэтому я их здесь и не пишу. Значит, ксилема и флеема. Теперь обсуждаем их ксилему и флеема. Ксилема занимается проведением воды вверх к листьям, а флеема занимается проведением органических веществ вниз в корень, чтобы те могли их использовать на рост. Так. Корень не может же сам себе заносинтезировать органических веществ. Он эти органические вещества получает через флеему из листьев. Здесь, надеюсь, все понятно. Вам нужно будет расставить стрелочки. Теперь, чем представлена ксилема у муков, плавнов, хвощей, папоротников, голосеменные? Она представлена трахеидами. Трахеиды. Допустим, у покрыто семенных это трахеи или же сосуды. Все между ними разница. Здесь мы делаем рисунки. То есть, когда клетки делятся и вообще образуются вот эти вот проводящие элементы, то трахеиды, там просто образуются такие вот перфорации. Перегородка остается, но в ней находятся перфорации. Вот такие. Ксилема – это ткань мертвая. Если флеема – это ткань живая, то ксилема – это ткань мертвая. Трахеиды – это клетки, между которыми есть перфорации и идет поток воды вверх. Трахеи или сосуды – там перегородка растворяется полностью. То есть, ее уже нет в перегородке. Соответственно, вода идет проще и быстрее. Так, теперь обсуждаем флеем. Это клетки живые. Они называются ситовидными трубками. Почему они называются ситовидными трубками? Потому что как сито. Это трубки как сито. Ситовидные трубки. У ситовидных трубок, мхов, планов, кващей, папоротников и голосеменных есть ядро. То есть, это вот ядро. Я. Ну, не я, а ядро. Если мы будем рисовать ситовидные трубки покрытосеменных, то они уже ядра не имеют, но они имеют рядышком клетку-спутницу, которая имеет ядро и управляет уже процессами. Всеми остальными. То есть, тут это будет клетка. Ситовидная клетка плюс клетка-спутница. Я. Бро. Ладно, сейчас запутаю вас с этим. Бро. Вот так сделаем. Когда будем изучать строение стебля, вы будете видеть такие понятия, как луп и древесина. Так вот. Что такое луп? Луп – это флоэма плюс механическая ткань плюс паренхимные клетки. Это характерно для покрытосеменных растений. Допустим, древесина покрытосеменных растений имеет селему, то есть трахеиды, механические ткани и паренхимные клетки. То есть, они так вот намешаны. А древесина голосеменных, допустим, сосны, имеет только кселему. Луп – это флоэма, механическая ткань и паренхимные клетки. Но я пока это не записываю, мы все равно будем рисовать стебель, обсуждать эти вот вещи. Так, скажите, готовы это все писать и рисовать? Механическая ткань. Значит, сначала обсудим живую механическую ткань. Потом живая становится мертвой механической тканью. Живая механическая ткань называется каленхима. Для чего нужна живая механическая ткань? Это молодые стебли, молодые листья, а если точнее, жилки, черешки, листьев. Это же логично, да? То есть, если ткань будет мертвая со старта, то она не сможет расти, ну и как бы листья останутся маленькими, они не смогут вырасти. Правильно? Значит, до момента, пока лист или стебель не вырастет, каленхима выполняет опорную функцию, какую-то не сверхопорную, но какая-то опора есть. Жилка листа, она не тряпочка, она имеет какую-то опорную функцию, потому что там есть каленхима. Что она из себя представляет, эта каленхима? То есть, если вот клетка, частично клеточные стенки утолщаются, но не полностью, внутри клетки происходит метаболизм. То есть, клетка функционирует. Частично клеточная стенка утолщена, но есть поры, через которые происходит обмен газами, водой, органическими веществами, происходит рост этих клеток и так далее. Думаю, здесь логично. Значит, когда лист, стебель вырастает, или не только стебель, тут у нас есть уже два варианта. У нас есть склеренхима и волокна. Допустим, где находятся волокна? Это черешок листа, жилка листьев, допустим, стебель. Так, вот эти вот вещи, они должны иметь какую-то серьезную опору, и там склеренхима заменяется волокнами. Волокна – это такие длинные мертвые клетки. То есть, G – это живые клетки, M – это мертвые клетки. А склеренхима здесь, возьмем, допустим, скорлупа орехов, косточки вишен, слив, абрикосов и так далее. Сами ведь эти косточки, они же состоят из мертвых клеток. Эти мертвые клетки – это склеренхимные клетки. То есть, это просто кругляши такие, которые имеют толстую оболочку, это склеренхима. А волокна – это длинные такие клетки, они тоже мертвые. То есть, из мертвых тканей мы имеем склеренхиму волокна, имеем ксилему. И еще мы имеем пробку. То есть, когда мы покровную ткань рисовали, и там есть перидерма. Перидерма – это пробка, пробковый камбий и паренхима коры. Так вот, вот эти клетки, они живые, пробковый камбий и паренхима коры. А сама пробка, она мертвая ткань. Она не пропускает ни воду, ни воздух, и она мертвая. Подробнее поговорим об этом, когда стебель будем. Вот это P – это перидерма. Перидерма – это пробка, пробковый камбий и паренхима коры. Вот это мертвые, эти живые. Традиции Ани Родионов звук отключаем. Так, готовы записать про механические ткани? 5 – это механическая ткань. Давайте еще раз перечислю. Пробка – мертвая ткань, ксилема – мертвая ткань, склеринхима и волокна – это мертвая ткань. Вот сейчас пишем механическую ткань. Все, я это стираю, пишем по памяти. Итак, что о корне надо знать? Давайте сначала нарисуем строение корня вдоль зоны, которая есть. Сейчас будет такая прям логичная логичность. Первая зона – это зона деления. деления. Давайте ее вот так вот обозначим, что вот это – это зона деления. Прикиньте, в зоне деления клетки делятся. делятся. Ну, может, ну, офигеть, ну, просто шок. Шок, понимаете, в зоне деления клетки делятся. И за счет того, что клетки делятся, корень растет. Ну, тут находится верхушечная меристема, корень растет, потому что клетки делятся. Что еще есть здесь такое интересное и прикольное? Эта зона деления, она покрыта корневым чехликом. То есть, корневой чехлик – это просто, скажем, такие клетки, которые защищают клетки, которые делятся. То есть, рост корня происходит не за счет корневого чехлика, а за счет зоны деления, где клетки делятся. То есть, корневой чехлик – это защита. Защита зоны деления. Ну, просто максимально логично. То есть, есть зона деления, где клетки делятся, а корневой чехлик выполняет функцию защиты зоны деления. Чехлик, да. корневой чехлик. Дальше. Когда клетки поделились, следующая зона, давайте, как-нибудь, так вот ее нарисуем синенькой. Это зона роста и дифференцировки. дифференцировки. может, слово такое будет дифференцировки. Кто-то, может, его в первый раз слышит. Мы сейчас обсудим, что это обозначает. Прикиньте, что происходит в зоне роста дифференцировки. там клетки растут и дифференцируются. логично, да? Но я думаю, вы понимаете, что значит растут. Клетка поделилась, она маленькая, она растет, становится большой. А дифференцируется, то есть, когда клетка выросла, стала большой, ей нужно определиться, кем она хочет быть. То есть, вы тоже скоро начнете дифференцироваться. Кто-то хочет из клеток быть покровной тканью, кто-то механической, кто-то паренхимой, кто-то проводящей. Все понятно, что значит дифференцировка. То есть, когда клетки поделились, они все одинаковые. Вот они выросли, они стали большими, но одинаковыми. Потом они начинают дифференцироваться. Кто-то превращается в механическую ткань, кто-то в покровную ткань. Понятно, что значит дифференцировка? Спойлер, в зоне всасывания будет происходить всасывание бинго. Да. Как-то догадалась. Спойлер, да. теперь здесь рисуем корневые волоски и это будет зона всасывания. не надо спойлерить. Логично, да? Зачем нужны корневые волоски? Мы ждали эпидермис, эпидермис часто имеют какие-то выросты. Так вот, корень тоже имеет эпидермис. И вот эти корневые волоски, они просто увеличивают площадь всасывания. Еще ее называют ризодермой. Вот этот слой. Но это мы уже чуть-чуть дальше обсудим. Логично? Логично. То есть ничего такого. дальше будет вообще шок. Вот это называется зона проведения. Здесь корню заняться больше нечем. Единственная функция это по ксилеме и флоеме проводить воду вверх, флоему вниз. То есть флоема доставляет органические вещества поближе к зоне деления, где клетки делятся, им нужны органические вещества. А из зоны всасывания нужно влезть, доставлять воду. Ну вот зона проведения для этого и необходима. Плюс корню становится в этом плане скучно и он начинает образовывать боковые корни. То есть боковые корни с зоной всасывания и со всеми остальными зонами. Зона проведения, проведения воды и органических веществ. Флэма занимается проведением органических веществ, ксилема занимается проведением воды и рост боковых кормей происходит именно в зоне проведения. Да, органические вещества проводят флэма. Готовы вот этот рисуночек воссоздать. То есть это нужно нарисовать. Вы рисуете, давайте так, даже если вы сейчас себе это конспектировали, вам нужно нарисовать по памяти. Давайте на всякий случай это сфотографируем и пришлем в чатик. Договорились? Ну, чтобы перепроверить, все ли там у вас окей. Вы же помните, что когда вы нарисуете по памяти, у вас это вызывает эмоцию. И важнее получить эмоцию, чем просто проглотить какое-то большое количество инфы. Корневая система, значит, стержневая есть и мочковатая. Еще сбоку нужно написать вот такую штуку, значит, зеленые водоросли, по стандарту мхи, лауны, овощи, папоротники, голосеменные, покрытые семенные растения. Значит, тут напишем корни. Что у нас с корнями? У зеленых водорослей понятно, их нет, у мухов их нет. Что насчет плавных фащей папоротников? Они есть, они предаточные, есть предаточные. Теперь, кто такие предаточные корни? Это корни, которые растут от побега. в скобочках можно пометить, что от стебля. То есть корни, которые растут от стебля, от побега, от стебля, давайте, от листа, то есть откуда угодно, но только не из корней. Эти корни называются предаточными. Так, голосеменные и покрыто семенные мы сейчас будем обсуждать вот тут. Итак, стержневая корневая система это та, которая имеет ярко выраженный главный корень. То есть, допустим, морковку представляем, она имеет ярко выраженный главный корень. Те корни, которые отходят от главного корня, то есть корни, которые отходят от корня, они называются боковые корни. То есть вот это вот боковой корень, боковой корень. Главный корень развивается из зародыша семени. Главный корень это вот этот центральный, он развивается из зародыша семени. То есть, вот у нас есть семенные растения. Они имеют семя 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 имеет корешок стебелек и почечку то есть такие вот семя состоит из корешка стебелька и почечки маленьких и семя долей значит из корешка развивается главный корень стержневую корневую систему имеют голосеменные и покрыто семенные но не все а только двудольные растения а мочковатую корневую систему имеют покрыто семенные однодольные растения допустим лук вспомните луковица там вот эти вот чешуи луковица здесь есть такая вот штучка это видоизмененный стебель то есть вот эти вот чешуи лука это видоизмененные листья вот этого штучка донца луковица лука донца называется это видоизмененный стебель и когда вы лук садите то от этого стебля отрастает большое количество корней они все мелкие такие и все одинаковые это все придаточные корни потому что они вырастают из стебля и вот совокупность вот этих вот всех придаточных корней у однодольных растений она называется мочковатой корневой системой они формируют мочковатую корневую систему главного корня нет но есть большое количество вот этих вот мелких придаточных корней все ясно так начнем корень рисовать центрального цилиндра здесь у нас будет нарисован центральный цилиндр так вот этот вот слой клеточек вот это это будет энтодерма в чем фишка энтодермы энтодерма имеет вот такие вот пояски каспари они называются то есть некоторые клетки они имеют утолщение неполное утолщение и через них вода не проходит в целом я вам предлагаю представить лейку от душа то есть есть какие-то перфорации просто есть такая оболочка вот центральный цилиндр это цилиндр то есть вы можете спокойно себе представить цилиндр и в нем есть перфорации перфорации это отдельные пропускные клетки через которых может проходить вода представили то есть есть клетки большинство клеток имеют вот такие вот утолщение как я нарисовал они такие пояски каспари то есть они живые но они с одной стороны толщины через них вода не проходят вот и есть некоторые через которых вода проходят и в целом этот весь цилиндр он получается такой как дождик да как лейка вот такая вот дырявая дальше продолжаем рисовать внутрь центрального цилиндра будет перецикл то есть давайте схематично нарисую вот слой клеток за энтодермой это будет перецикл что такое перецикл перецикл да боковая образовательная ткань боковая меристема по-другому за счет перецикла корень будет расти в ширину и перецикл будет образовывать боковые корни то есть перецикл это та ткань которая будет образовывать боковые корни ну все понятно так давайте здесь так вот еще дорисуем замкнем теперь рисуем вот так вот будет ксилема нарисована схематично крестиком а каким-нибудь фиолетовым цветом вот здесь вот флэму нарисуем если продолжить это все дело дорисовывать то есть художество такое вот великое то есть перецикл вот она боковая ткань теперь вот это ксилема а вот это флэма флэма фиолетовая может кто-то так даже уже запомнит ксилема вот оранжевая нарисована ксилема то есть что находится в центральном цилиндре в центральном цилиндре находится ксилема крестиком можно как-то запоминать что ксилема типа x x это ксилема x как ксилема и флэма ну тут нарисована флэма фиолетовым не знаю запомнится не запомнится все это окружено перециклом дальше это окружено энтодермой которая имеет пропускные клетки здесь мы нарисуем красненьким давайте нарисуем чаще всего спрашивают срез корня через зону всасывания то есть если вы видите корневые волоски то вот этот вот эпидермис с корневыми волосками он будет называться ризодермой ризодерма это эпидермис корня с корневыми волосками волосками в зоне всасывания вот так вот между ризодермой и энтодермой какой-нибудь давайте черным не будет видно если нарисовать голубеньким вот так вот нарисую просто схематично вот это вот все будет называться паренхима кора корня в общем вот так вот будет называться то есть это паренхимные клетки но это кора корня какая это паренхима это запасающая паренхима то есть она ну запасает все понятно вот этот рисунок с подписями сейчас нужно будет тоже по памяти нарисовать у кого мозги уже чуть-чуть устали все это дело рисовать есть такие у меня только глаза я еще болею ну Даша выздоравливает кому-то с кайфом рисовать по-разному бывает видите кому-то будет легко на зоологии зоология кстати вообще окажется песня вы будете в шоке насколько быстро можно зоологию выучить наверное кого выкинуло наверное выкинуло и обратно закинуло потому что они что-то в целом в целом все что-то 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 что-то